Музыка И первое такое место в городе Анапа, где можно вкусно покурить, конечно же, франшизный проект Мята Клаус. Это единственный франшизный проект в городе Анапа. Больше франшиз здесь нет. Также она полностью 24 на 7 без перерывов и выходных. Здесь есть кухня, которая тоже полностью 24 на 7. И, конечно же, есть бар с коктейлями алкогольными и безалкогольными, что немаловажно, тоже круглосуточно. Находится она не совсем в центре, что выделяет ее как то место, где не будет навязчивых туристов, а только лишь люди, которые реально хотят покурить. Также там есть вип-комнаты, есть хороший интерьер и, главное, хорошие кальяны. Находится все это по адресу улица Владимировская, 120. Мы так пробежали по некоторым параметрам, да, и сейчас мы зайдем внутрь и, собственно, вместе посмотрим, как выглядит данная кальяная изнутри. Так, ребят, ну, собственно, мы уже внутри. Это кальяная мята. Давайте, собственно, начнем по порядку и начнем, наверное, с кальянчиков, которые здесь работают. Здесь такая соляночка. И некоторые лица я уже знаю и тоже не ожидал здесь их увидеть. Здесь, а, Нижний Новгород. Здесь... Хабаровск. Кто? Хабаровск. Хабаровск. Понимаете, как бы, здесь нет ни одного местного кальянчика. Это говорит о том, что здесь, ну, нет такого братан по-братски. Анавский же, понял, да? Здесь все нормально, здесь разные школы. Крепкая школа Нижнего Новгорода. По-любому, да? Конечно. У тебя какая школа? Вкусненькие, дымненькие? Клёдненькие, приятненькие. Лёдненькие, приятненькие, мягенькие. По кальянному парку у ребят есть Дарксайды, Мэтт Пермини, Хубы, Альфа, Хука, Ануб, Юник, Вука, Дарксайды. То есть, всё как положено. Также у них самый большой ассортимент табака в Анапе. У них есть абсолютно всё. Любые вкусы Дарксайда, Патанжу весь, Стоп, Блэк Бёрн даже есть. Да или Хука почти все вкусы. В эту ушечку можно покурить. То есть, капсула даже есть, кальяны, да? Есть VIP-комната, очень светлая, хорошая, такая изолированная. К сожалению, у ребят нет PlayStation'ов, но я думаю, это даже к лучшему, да? А нарды у вас есть? Конечно. Две? Без этого никак, у ребят есть нарды. Типичная, хорошая, мятовская атмосфера с травушкой, светлая, хорошая. То есть, да? Не подвал, как бы подвал, но не подвал назовём, потому что я вижу вон там окна. Это уже хорошо. Барная станция тоже удобная и комфортная. Ребята весёлые. Кухня необычная. Как я и говорил, это Fusion. Здесь полностью, возможно сказать, авторская кухня от шеф-повара данного заведения. То есть, я ещё не пробовал, но, скорее всего, попозже заеду, попробую всё. Очень вкусный кофе, спасибо. Почему бы нет? По атмосфере музыка ненапряжная, хорошая, работает круглосуточно. Это единственная круглосуточная, я узнал, которая работает в Анапе. То есть, когда ты можешь в любой момент приехать, тебя здесь встретят с улыбочками. По минусам, их здесь, по факту, прям таких больших нету. То есть, не так, что здесь приезжаешь, там это не так, тут не так. Я приехал, ребята замывали все кальяны, протещали все колбы. Они проводят дегустации, то есть, живут хорошей, развивающейся жизнью. А и самое главное, ребятам оказалось всего три месяца, А они уже нормально раскачали весь город. В целом, если давать оценку заведения, то данное заведение тянет на все 10 из 10. И следующая кальяна, про которую я буду говорить, она тоже будет тянуть на все 10 из 10, куда я лично рекомендую сходить и куда я сам лично хожу. Так что, ребят, не забывайте, забегайте, будете в Анапе на отдыхе, на курорте, либо по работе. Это Мята Лаунж, Владимирская улица, 120. Вас здесь ждут, вам всегда здесь рады, забегайте. Полностью ссылочка на инстаграм, контакт, соответственно, адрес все в описании. Ну что, ребят, новый день, новая кальянная, новая топовая кальянная в Анапе, Панда Лаунж. Находится она по адресу Ленина 10, центр Анапы, недалеко от набережной, буквально пару шагов, и вы на набережной. Она является той же самой топовой и ту именно самую кальянную, которую я бы порекомендовал, где вы могли бы покурить кальян. Почему? Во-первых, у ребят налажен сервис максимально. Это маленькая, максимально уютная кальянная. Работает она с 11 до 5 утра. Ребята не стали тратить свои силы на кухню, поэтому у них есть только кальяны и безалкогольные напитки, в том числе лимонады, газировки и так далее. То есть не стали тратить силы на кухню, а внесли все именно в кальян. У них работает самый старый кальянщик Анапы, с самым большим опытом и, наверное, самыми правильными руками. Также хочу отметить эту кальянную тем, что она максимально комфортная и в ней не найдете кучи туристов. И, как ни странно, для Анапы, но это кальяна, которая пускает только после 18 лет. Если в других кальянах вы можете увидеть маленьких детей, именно детей маленьких, которые курят кальян сами без родителей, да? Вот так вот назовем это. То если вам это не надо и вы хотите покурить в комфортной обстановочке с хорошим кальяном, то, конечно же, Пан де Лаунж я лично рекомендую. Давайте, собственно, зайдем вовнутрь и посмотрим, как это все у нас выглядит. Так, ребят, ну, собственно, мы уже внутри Панды. Как мы видим, кальяна маленькая. Здесь всего 5 посадочных мест плюс одна большая випка. Но эти 5 посадочных мест дадут фору любым диванам, на которых вы сидели. Это максимально комфортные, огромные, большие диваны, хорошие, качественные столы, за которыми очень удобно сидеть, пить кофе. Даже, возможно, если у вас есть с собой, ну, грубо говоря, поиграть даже в нарды, да? Что касается кальянов, ребята подошли очень интересно, и они поддерживают компанию Мэтт Пир. Грубо говоря, поддерживают весь Краснодарский кальянный пром, в том числе и DCH, Мэтт Пиры, да? По табакам у ребят тоже все отлично. У них есть Дарксайд почти все вкусы, Дейли Хука почти все вкусы. Ну, и другие табаки, грубо говоря, все есть. То, собственно, что вы пожелаете, то вам и сделают. Как я и говорил, здесь кальянные мастера очень профессиональные и очень крутые. Мы даже сейчас курим кальян, я заказал. Курица, все довольно-таки круто. Из таких крутых особенностей я, наверное, выделю это максимально комфортные посадочные места, температура в заведении, да, и, соответственно, руки мастера, что немаловажное. Также в заведении есть куча настольных игр, один PlayStation, и, как бы, они не позиционируют себя, приходите к нам и играйте. Они позиционируют себя, как приходите к нам и общайтесь. Место максимально комфортно, и местонахождение здесь уже говорит о том, что, как бы, очень круто. Здесь очень круто. Как и говорил, по бару есть лимонады, хороший, качественный кофе. Почему нет, да, как бы? И, конечно же, лимонады. Так, повтор. Вот так же делаем. И всякие безалкогольные коктейли. В заведении полностью плюс 18, что играет немаловажную роль. Вашего, грубо говоря, комфорта. Лично я бы не хотел бы находиться в заведении, где сидят маленькие дети. Не малыши, а именно дети, которые курят самостоятельный кальян. Также по соседству заведения есть очень хороший винный бар, винотека, где вы без проблем можете заказать вино, и официант данного заведения просто принесет вам хорошее вино, либо качественное, хорошее, холодное пиво. Но в заведении внутри алкоголь не продается, только заказ из соседних заведений. Поэтому, ребята, если вы будете в Анапе, то обязательно посещайте и Панда Лаунж, который находится по адресу Ленина, 10. Цена кальяна 700 рублей на любом табаке. Так что вполне адекватная, хорошая цена. Будете здесь, забегайте в Панду. А мы едем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!